Некоторые из местных политиков вчера вечером проявили интерес к катанию шаров. В Екатеринбурге открылся самый большой в России зал боулинга. После кока-колы и надувания пузырей из жевательной резинки, боулинг в просторечии катания шаров стал третьей крупной победой американского образа жизни в России. Зал в 16 профессиональных дорожек для боулинга нового центра «Луна-2000» считается крупнейшим в России, хотя в московском чемпионе их целых 20. Там 20 дорожек, но они разнесены по 10, по двум этажам. А 10 дорожек не позволяют проводить олимпийских соревнований. В олимпийскую семью боулинг обещают принять через 4 года. К этому времени учредители, инвесторы и топ-менеджеры надеются превратить комплекс в площадку круглосуточного отдыха. Днем даже семейного. На втором этаже, кроме ночного клуба, ресторана и бара, располагается детская комната. Днем играют в основном домохозяйки и спортсмены. Соответственно, они сюда будут приходить с детьми. Детьми будут заниматься специальные воспитатели, а мамы будут катать шары. В день открытия покатать шары пригласили Екатеринбургский бомонд. Среди вип-гостей были замечены два министра областного значения – Михаил Скляр и Вениамин Голубицкий. Большими успехами, может, и не отличаюсь. А сюда пришел, потому что дочь хотела посмотреть. Вот и все. В ожидании губернатора, которого у строителей вечеринки пригласили перерезать ленточку и бросить первый шар, гости развлекались у бара и за бильярдом. Менее продвинутые играли в интерактивный футбол. Сегодня, если ваша дама сердца захотела луну с неба и одновременно покататься на лыжах, вы смело можете не выезжать из Екатеринбурга. Наконец, в половине одиннадцатого представители отцов-основателей под громкие аплодисменты обновили дорожки, а губернатор так и не приехал. Оно понятно. Не губернаторское это дело – шары катать. Продолжение следует...